Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Амаркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня нас ожидает второй день выступления Паула в Конгрессе. Вчера он выступал перед Банковским комитетом Сената, сегодня тоже самое придется сделать перед палатой представителей. Как правило, риторика не сильно изменяется, поэтому вчера мы, к сожалению, так и не получили каких-то интересных движений по доллару. Да, американская валюта подросла в соответствии с нашим прогнозом текущей котировки по индексу доллара 104.76, но, честно говоря, я хотел увидеть бы доллар выше тех значений, на которых американская валюта оказалась. Да и риторика Паула практически ничем не отличалась от того, что мы слышали во время его последнего выступления после июньского заседания, когда все зависит от макроэкономических данных и, по его мнению, требуется куда больше сильных, хороших данных по инфляции, чтобы убедить окончательно Федерезерв в том, что пришло время для снижения ключевой процентной ставки. Помимо выступления Паула, которое мы ждем в 14.00 по GMC, сегодня также состоятся выступления двух представителей ФРС Гулзби и Кук. Ну, наверное, их речь померкнет на фоне выступления Паула, и они точно не добавят какой-то дополнительной новой конкретики касательно будущих действий американского регулятора. Но я наверняка могу сказать, что есть отчет, который точно сможет прояснить перспективы изменения американской монетарной политики. Если вы следите за моими брифингами, вы наверняка тоже знаете, что речь идет о данных по инфляции в США. И это июньский релиз, который мы ожидаем в ходе завтрашней торговой сессии. А пока индекс доллара, как я уже отметил, 104.76, максимум вчерашнего дня был 104.88. Я не отказываюсь на текущем этапе от длинных позиций по доллару, потому что считаю, что разубедить меня смогут только лишь хорошие данные по индексу потребительских цен. То есть еще один месяц снижения подряд, который позволит говорить о том, что сформировалась самая настоящая тенденция дезинфляционного процесса. Пока мы только лишь в ожидании этого отчета, который выйдет завтра. И я допускаю то, что до выхода этого релиза индекс доллара сможет сохранить вот эту восстановительную динамику и сможет прорваться выше 105 пунктов со всеми вытекающими отсюда последствиями для динамики отдельных рисковых инструментов. Из новостного фона вчерашнего дня стоит также отметить результат исследования регионального отделения ФРС ФРБ Нью-Йорка по поводу инфляционных ожиданий. Так вот, большинство респондентов, которые приняли участие в вопросе, считают, что в перспективе года индекс потребительских цен снизится до 3 процентов, будет консолидироваться там. Это более лучшая оценка, чем та, которая была озвучена еще чуть больше месяца назад, когда большинство считало, что средний показатель инфляции будет 3,2 процента. Выступление Павла, как уже отметил, ничего нового. Тезисы такие, что, наверное, каждый, кто следит за политикой американского регулятора, их уже знает, они не меняются из заседания. В заседании то, что на текущем этапе преждевременное снижение ключевой процентной ставки может иметь какие-то негативные последствия. И среди руководства американского регулятора еще нет единой позиции, что прямо в сентябре нужно снизить ключевую процентную ставку. Я бы даже немного перефразировал отдельные тезисные заявления и сказал то, что среди руководства американского регулятора нет понимания касательно масштаба снижения процентной ставки в этом году. Я уверен, что хотя бы одно снижение мы точно увидим. Будет ли это 2 снижения на 25 байсных пунктов и в свокомности на 50? Это уже будет зависеть от характера фундаментальных и макроэкономических отчетов. Пока предварительно, друзья, я допускаю то, что фундаментальная картина по доллару может очень сильно измениться уже завтра. Потому что когда мы с вами будем анализировать данные по инфляции, четверга это будет на утреннем брифинге в пятницу, то нам придется, к примеру, констатировать плохой отчет по рынку труда в США, снижение уровня темпов роста заработных плат, повышение уровня безработицы, крайне провальный релиз по активности в сфере услуг АСМ, который в принципе и должен разгонять инфляцию, но тем фактом, что индекс АСМ оказался в зоне стагнации, это уже не будет бустом для инфляционного давления. Скорее всего, инфляция на этом фоне будет дальше замедляться. И если, к примеру, у нас будет уже третий месяц подряд снижение инфляции, потенциально в рамках июня, то, наверное, в конце этой недели может наступить такой знаковый и переломный момент, когда мы с вами зададимся вопросом, есть ли смысл дальше сидеть в длинных позициях по доллару, либо, невзирая даже на политическую тему, на предстоящие выборы в США и потенциальную победу Трампа, можно начинать долгосрочно доллар шортить. Но этот вопрос давайте оставим подвешен, и мы вернемся к нему в конце этой недели, и уж точно у нас будет уже больше, наверное, вводных, особенно с учетом переоценки того, что на рынке произошло в начале следующей недели. Пока индекс доллара в длинных позициях, жду закрепления выше уровня 105 пунктов. Золото 1367 долларов за тройскую унцию, здесь небольшой должок перед инвесторами, у рынка драгоценных металлов и золото может в ожидании волатильности запчастного дня снова протестировать сопротивление 2400 долларов за тройскую унцию. Второй день подряд мы видим восстановительную динамику, но она, правда, довольно скромная. Но кто знает, может быть, сегодня перед палатой представителей Джером Пауэлл сделает какой-то комментарий, который станет неожиданностью для рынка и сможет добавить вот этой волатильности, которую мы и так хотим на рынках увидеть. Евро против доллара 1.08.20, политическую тему вроде как уже разобрали. Наверное, главный вывод заключается в том, что после того, что победу не одержали представители ультраправых, в принципе, примерно одинаковое количество голосов у левых центристов и правых, и, соответственно, сделали ранее вывод о том, что парламент будет разобщен, расколот, и потребуется очень много усилий, каждый в прямом смысле партии, для того, чтобы попробовать договориться, и сам факт от этой неопределенности будет выступать больше негативным фактором. Еще одна тема, о которой мы касаемся всегда, это перспективы снижения ставки в рамках Европейского центрального банка, но я делаю акцент на это, когда есть какое-нибудь заявление и комментарий чиновников ЭЦБ. Так вот, вчерашний комментарий главы Центрального банка Италии по НЕТ о том, что ставку обязательно нужно снизить, потому что на текущем этапе она очень сильно ограничивает спрос. Мы об этом тоже много раз говорили, но теперь самое главное, чтобы ЭЦБ прислушался к комментариям элиты, скажем так, региональных отделений Европейского центрального банка, и пошел на то самое смягчение политики, которое ожидается. Доллар иена 161.40, мы снова выше отметки 161, следим за макроэкономической статистикой, но не в оба глаза, потому что понимаем, что статистика особо никак сейчас не влияет на динамику валютной пары, и трудно соперничать с прессингом спекулянтов. И снова повторяю, что это та самая ситуация, когда Банку Японии нужно выбрать меньшее зло. И, на мой взгляд, валютные интервенции на текущем этапе – это меньшее зло. Они необходимы, потому что если медлить, то в конечном счете экономики, которые уже прогнозируют рецессию из-за крайнего внутреннего спроса, а внутренний спрос является следствием девальвации национальной валюты, будет еще как хуже. И потом впоследствии придется на поддержку курса национальной валюты тратить еще больше средств и ресурсов. Австралийцы против доллара 0.67.45 подчеркивают, друзья, то, что австралиец – это кандидат только лишь на покупку из-за того, что Резервный банк Австралии в одном шаге от того, чтобы поднять процентную ставку. Я допускаю, что это может произойти уже в августе. Индекс потребительских цен в мае вырос с 3,6 до 4%. Роничные продажи прибавили на 0,6%. Из актуальных отчетов индекс активности в сфере услуг, который оказался на максимуме с начала этого года, и восстановился до уровня 51,251. И сфера услуга, как проводим параллель с тем, что я ранее говорил про сферу услуг в США, это катализатор роста инфляции. Поэтому с учетом сохраняющихся инфляционных рисков, Резервный банк Австралии, скорее всего, поднимет процентную ставку. Готовимся к этому и наблюдаем дальше за ростом австралийского доллара. Доллар-франк 0.8970. Также коррекция, которая наступила в последние дни, это подарок для того, чтобы занимать долгосрочные позиции, учитывая, что Национальный банк Швейцарии готов смельчить экономическую политику из-за значительного ослабления инфляционного давления. Закрепление пары выше уровня 0.90 – это вопрос ближайших торговых сессий. И хочу также предложить вам в качестве еще одной идеи на контрасте. Раз уж мы ожидаем от Резервного банка Австралии повышения ставки, от Национального банка Швейцарии снижение. Рассмотрите, к примеру, еще пару австралийцев против швейцарского франка. Сейчас он торгуется на уровне 0.6050. И на этом контрасте в качестве целевого ориентира можно замахнуться на уровень 0.62-0.63. Очень перспективная, на мой взгляд, торговая сделка и рекомендация. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok